Дарья Фоменко В стране сохранится готовность здравоохранения к новым волнам эпидемии. По мнению правительства, отказ от чрезвычайных полномочий еще раз доказывает, что Венгрия подверглась критике из-за этих полномочий без всяких оснований. Бюджет по защите экономики. Так министр финансов назвал бюджет на следующий год, когда представлял его в парламенте. Михаил Варго подчеркнул, что в следующем году расходы увеличатся во всех сферах. Он отметил, что цель правительства – достичь полной занятости и сократить налоговое бремя. Правительство уделяет особое внимание поддержке семей, а также сохранению готовности к новым волнам эпидемии. Бюджет на 2021 год парламент может принять до 6 июля. Около 9,5 тысяч предприятий воспользовались господдержкой на выплату зарплат, обеспечивая тем самым надбавку для 125 тысяч работников, заявил министр инноваций и технологий в городе Кечкемет. Ласло Палкович вручил представителям пяти компаний документы о господдержке. Министр отметил, что при наступлении эпидемии венгерская экономика была в хорошем состоянии. Число занятых в прошлом году достигло 4,5 миллиона человек, а безработица находилась на уровне всего 3,5%. Со среды граждане Венгрии, Чехии и Словакии могут свободно пересекать границы друг друга без двухнедельного карантина, но не более чем на 48 часов. А вот дорога домой будет более сложной. Венгры смогут попасть в Чехию через Словакию, но вернуться они должны будут через Австрию. То же самое касается и чехов, посетивших Венгрию. По мнению венгерского правительства, это отражает сложные отношения в Центральной Европе. Постепенно возрождается жизнь в театрах. Спектакли еще не начались, но во многих местах уже приступили к репетициям на осенний сезон. Театры закрылись уже более двух с половиной месяцев назад, и с тех пор актеры репетировали только онлайн. Они говорят, что не могут дождаться, когда снова выйдут на сцену. На этом у меня все. Благодарю за внимание. Увидимся завтра в это же самое время. Берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова